Музыка Музыка Очень интересная, героическая и романтическая страница в истории и русского еврейства, в истории Хабада. В истории Хабада это называется эшелоны. Ну, к эшелону мы подойдем. Сначала чуть-чуть предыстории. 1939 год. Восточная Польша оказывается под советской властью. Под властью советов оказываются сотни тысяч евреев. И через два года начинается, меняется некая политика воюющих стран, и одна из них нападает на другую. Начинается то, что называется Великая Отечественная война в России. И десятки тысяч беженцев еврейских устремляются на восток. Те, кто успел. Те, кто сумел. И докатываются они до Узбекистана. Почему Узбекистан? Я слышал мнение, что кто-то читал, эту книгу переводили на идр, даже в свое время. Кто-то читал книгу, которая была в 30-х годах, по-моему. Ташкент – город Хлебный. Ну и, в общем, всем понятно, чем восточнее, тем надежнее от немцев. Чем южнее, тем меньше шансов умереть с голоду и с холодом. И в этом плане Узбекистан достаточно идеальный. Были ближе территории, были в Закавказье, но Закавказье, все-таки, как оказалось, достаточно было близко к фронту. А одна из стран Закавказья, Армения, вообще не пускала беженцев практически. Поэтому в Армении почти нет беженцев, времен войны. Оказались в Узбекистане. И жили там, прожили там всю войну. Они не были советскими гражданами, эти люди. Они их не призывали в армию. Они резко выделялись на фоне всего населения. Традиционной еврейской одеждой, традиционными, у некоторых, пейсами. И так далее. И я думаю, именно на основании... Это было одно из основных, что послужило основой для вот этого мифа. Евреи в Ташкенте, евреи там сражаются за Ташкент. И были даже анекдоты. Не то медаль за освобождение Ташкента, не то медаль за оборону Ташкента, я не помню. Но одновременно в 1941 году в Ташкент начали ехать и советские евреи, спасающиеся от немцев. В том числе и тысячи хасидских семей из западных территорий России, западных областей России, из Белоруссии, из Украины. До 1941 года ашкеназийских евреев-хабадников, любавических хасидов, в Среднязии практически не было. И была такая знаменитая личность, как Рексимха Городецкий, которого послал в Узбекистан еще предыдущий любавческий рэбораби Йосип Витца, который успел к 1941 году и отсидеть, и выйти, и пользоваться огромным-огромым авторитетом среди бухарских евреев. И вот в 1941 году казахлынула эта волна. И евреи местные, бухарские, начали оказывать большую помощь прибывшим беженцам из европейской части СССР. Естественно, так как это были религиозные семьи, те, кто прибыли, потому что мы говорим сейчас о хасидах, мы не говорим о творческой интеллигенции и прочее, стал вопрос продолжения еврейского образования для детей, которое в какой-то форме более или менее существовало в некоторых городах, подполье в СССР. Но благодаря полякам, так называемым, польских евреев, это образование стало возможным. Советские власти понимали, что беженцы из Польши – это временное явление. Была подписана договоренность о том, что после войны они покинут СССР. Им разрешали, не то что им разрешали, но власти закрывали глаза, прикрывали глаза на подпольные хедры, на подпольные шивы. И таким образом в Узбекистане началась активная любавическая жизнь, что, в свою очередь, ещё и больше привлекало и привлекало любавических хасидов из других районов, тех, кто слышали, что там и сытнее, там и община, которая поможет, и там дети смогут учиться. Так они прожили эти годы войны, 1946 год, и Советский Союз начинает выполнять соглашение с польским правительством о возвращении польских граждан. Большинство этих польских граждан были евреями. Мгновенно подсуетились хабадники для того, чтобы выехать из пределов Советского Союза. Понятно, что никто из них, да и большинство польских евреев не собирались останавливаться в Польше. Все понимали, что Польша – это трамплин. Кого, куда, кто в Америку, кто в Израиль, кто в Австралию, в Аргентину, во Францию, все по-разному. Какая-то часть осталась в Польше до 1956-1957, или даже еще самый-самый последний, до того, до гонения Гамулки, 1968 года. Ну, опять же, вернемся к нашей теме, к хабадникам. Как выезжать? Естественно, сразу же спросили у Рэба. Рэба сказал, да, надо выезжать, пользуйся всякими возможностями. Возник комитет, который возглавил несколько раввинов, любавически. И было принято решение, в общем, достаточно два там было варианта. Это фальшивые документы польские. И браки. Браки, даже если это нереально, то якобы браки с польскими гражданами. Искали таких граждан, разводили семьи, создавали фиктивные семьи. Короче, в 1946 году во Львове, в основном во Львове первоначально, образовалось несколько тысяч семей, которые уже из Львова уезжали дальше. Было очень много проблем, потому что эти эшелоны уже на границе принимали поляки, представители польских властей. А русские евреи, я имею в виду хаббатников, не знали польского языка. Это была одна из проблем. Наверное, было тоже многих всяких вариантов. Я знаю, там кто-то притворялся немым, кто-то слепым, кто как. Я знаю, что для многих было такое, что, мол, мы из маленьких городков, где мы практически польские не знали, а мы говорили наидыши, а наидыши хаббатники говорили все. В общем, выехали, покинули, но в какой-то момент советские власти поняли, что что-то тут творится не то. И начали потихонечку границу закрывать. Но даже пока она не была закрыта, это тоже всё сопровождалось очень и очень многими трагическими моментами. Потому что доставать фальшивые документы, доставать деньги на отправку этих людей, в общем, требовались огромные деньги. И этим занимались любавческие хасиды, снабжая, находя эти деньги, находя богатых евреев, у которых брали деньги на эти расходы. Организация была настоящей подпольной организацией, которой у некоторых женщин было оружие. Они сопровождали людей, прибывших из Средней Азии, вплоть до посадки на эшелон, или в эшелон, который отправлялся уже на запад. Всё было очень-очень продумано и очень-очень сложно. Но, естественно, что всюду были стукачи, и на какой-то момент это закрыло. Начали искать другие пути, и в какой-то момент, на очень короткий период, выезд был из Черновцы. То есть уже в Польшу, но через Румынию. Этим тоже воспользовалось несколько десятков семей. Начались метания. Те, кто не приехал сразу, те, кто опоздали, они уехали во Львов, а Львов уже был закрыт. Они пока выясняли, что можно через Черновцы, мчались в Черновцы, это всё не так близко. И кто-то оказался уже внутри, закрытых границ, и сел. В 1946-1947 году было посажено достаточно большое количество хасидов за попытку перейти границу и за организацию. Попытку. И за организацию. Причём были разрушены семьи. Например, я приведу пример. Такая семья Мочкины, у которых отец, который был очень большим раввином, которому на протяжении... Ему удалось выехать. И на протяжении многих лет он потом возглавлял хаббатскую шиву в Монреале. Одна из лучших хаббатских шив вне Израиля и вне Нью-Йорка. Он выехал. Двое детей его с ним выехали, а двое других детей остались в России, потому что они были активно связаны с организацией этого выезда. И они были тогда молодыми парнями. И они занимались... Мне про них рассказывали, что они ходили с оружием, у них всегда был пистолет в кармане. Их посадили. И они сидели до середины 50-х годов. Среди этих же людей, кто сел тогда за нелегальный выезд, за организацию нелегального выезда, был знаменитый духовный наставник после того, как он уже вышел из лагерей, Ребмендл Футерфас, который тоже отсидел за руководство этой организации. Люди, выехав в Польшу, в Польшу проехали достаточно быстро, оказались в лагерях для перемещенных лиц в Германии. И в Германии их уже опекал не только представители Реба, но и опекал Джойнт, опекали другие американские организации. В Германии они оказались в лагерях. Вместе с другими беженцами, не только из России. И в начале всего лагеря вообще были общие. В одних лагерях были евреи, которые бежали от Советов, в том числе евреи, пережившие лагеря. И, скажем, представители коренных народов Восточной Европы, которые бежали тоже от Советов, не желая попадаться им. Но потом их разделили, и у евреев они уже жили в отдельных лагерях, где старались вести еврейский образ жизни. После Германии часть поехала во Францию, часть только в 1948 году, после образования государства Израиль, смогла приехать в Израиль. И это они основали. Квархабад заменитый, часть поехала в Америку, где положила основу для современной хабадской общины Нью-Йорка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok